Наши сады как бы испокон веков, здесь раньше до революции сады было, садоводство люди выращивали яблоко. В советское время как-то было упущено, и вот сейчас это все возрождается, и мы получаем хороший результат. Наши яблоки отличаются тем, что у них больше витаминов, с каких-то сухих веществ, то есть они более полезны для организма, чем южные яблоки. То есть количество витаминов они превышают южные. Может по сахарам немножко где-то и уступают, но именно витамины делают свое дело. Наши яблони, они районированы для нашего климата, то есть именно вот этот период вегетации им хватает, чтобы накопить и сахара, и питательные вещества, и все свои минералы, витамины. Я вот считаю, что самая у нас проблема, это конечно выбор участка. То есть участок должен быть по рельефу, по какому-то содержанию микроэлементов подобрать надо. То есть не везде можно посадить яблоньку, то есть есть какие-то требования к почве, и борьба с, в основном, наш бич – это парша. То есть борьба с паршой – это самый климат влажный, прохладный. То есть на южных яблоках здесь такого нет, а у нас вот именно парша. Это приходится с ней бороться. Зато вредителей меньше. Нет, ну вот эти яблони, они на полукарликовом подвое. То есть суть в том, что они раньше вступают в плодоношение, чем на семенном подвое. Яблоко более товарное. Ну высота тоже, соответственно, удобно работать с ними. То есть где-то порядка 3-2 метра. Сбор все можно делать вручную, обрезка, формировка. То есть именно вот сорто-подвойные комбинации нужно подбирать под наш климат и, ну, внимание уделять, естественно. Ну к зиме, к зиме самое главное, как бы на, вот, проблема – это защита от грызунов. То есть у нас на всех молодых садах будет проведена затравка двукратная. Вот, потому что серьезный урон молодым садам приносит, конечно, грызуны. Надо бороться.